Друзья, всем привет! Сейчас я вам покажу, наверное, один из самых простых и быстрых способов, как можно налить грузила. Для этого мне понадобится непосредственно сам свинец. Часто задают вопросы, где я его беру, сразу же отвечу. Заходите в любую шиномонтажку и у шиномонтажников просите старые балансировочные грузики. Они как раз из свинца и состоят. Вам их там либо так отдадут, либо продадут за копейки. Итак, помимо свинца мне потребуется шариковая ручка, фольга, какая-нибудь толстая деревяха, дрель со сверлом. Также пригодится кусочек любой проволоки, в моем случае это нержавейка, газовый баллончик и газовая горелка. Сперва нужно засверлить деревяхи, нужное количество отверстий, сколько вам надо грузить. Отверстия должны быть чуть большего диаметра, чем шариковая ручка, чтобы она туда спокойно входила. После того, как отверстия засверлены, можно приступить к сборке форм. При помощи круглогубцев и плоскогубцев сделаю три вот таких вот ушка, так как мне надо всего три грузила. Такое ушко должно входить в носик шариковой ручки. Если у вас нет проволоки из нержавейки, подойдет точно так же обычная канцелярская скрепка. Ушки готовы, можно приступать к формированию самого тела. Берем кусок фольги. Немного ее разглаживаем. Теперь в носик корпуса из-под шариковой ручки вставляем наше ушко и начинаем заматывать фольгой. Вот это все делаем. Обматываем вот так вот плотненько в несколько слоев. Лишнее отрываем. И хорошенечко вот так вот все разглаживаем. Ну вот, друзья, практически форма и готова. Теперь вывинчиваем корпус. Кормочку ставим в наше отверстие. Так же поступаем с остальными двумя. Ставили ушко. Берем фольгу. Начинаем обматывать, где у нас ушко, там прижимаем плотнее. Когда обмотали вот так вот хорошенечко все приглаживаем, чтобы у нас груз получился более-менее ровный и красивый. И так же вытаскиваем, вставляем следующую форму. Ну и с третьей поступаем абсолютно точно так же. Ну и после того, как все три формы готовы, остается только расплавить и залить в них свинец. Если вам нужно грузило определенного размера, то рекомендую заранее откусить нужный вес свинца и заливать по одной формочке. Мне это не принципиально, поэтому сразу же все расплавлю и залью. Обязательно соблюдайте меры безопасности. Берегите глаза. И вот так вот аккуратненько все это дело заливаем. После того, как залили, обязательно ждем, когда все застынет. И будем смотреть конечный результат. Немного поспешил, пролил, ничего страшного. Свинец застыл. Давайте посмотрим, что у нас там получилось. Берем и снимаем фольгу. Вот такой вот грузик. Верхнюю часть можно обработать напильником. Вот такой вот, друзья, наверное, один из самых простых и быстрых способов. Сегодня я вам показал. То есть груза, как вы видите, можно лить любого размера. И буквально за несколько минут. Немного может он напильником убрать фасочки. Ну и, собственно, вот и все. Три грузила у меня получилось. Если бы я наделал больше отверстий, сделал больше заготовок, тут уже можно лить их хоть в производственном цикле. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, что это видео кому-то было полезным. Всем пока и до новых встреч. Вы были на канале Барс ТВ.